так для начала сразу скажу что данный видеоролик в данном видеоролике я выскажу лично свое мнение и выскажу свои доводы просто чтобы выговориться и возможно вы прислушайтесь к моим словам ну или не прислушайтесь это уже вам решать вы уже можете пойти на выборы их проигнорировать это уже все ваше дело ну скажу честно я сам хотел пойти на данное голосование и зачеркнуть свою бюджетень так как посчитал что но это одна из немногих моих способов что-то сделать вопрос потому что кроме вариантов именно агитации на ю тубе это был еще вот второй вариант потому что пока что борьба на улицах и профсоюзной деятельности я закрыты ночь но все даже идя на это голосование осознавал что по-настоящему она ни к чему не приведет и сейчас я приведу попытаюсь разобрать все доводы тех кто призывает идти на это голосование первый довод который они приводят это то что наш пролетариат после начала и своего и гибели думаю уже сотен тысяч человек на полях своего ну и десятков тысяч говорится нам никто никогда не сообщит реальные потери и количество умерших людей что это их отрезвило и они наконец-то у них наконец-то проснулась самосознание что этим действием что они могут уже самостоятельно действовать и консолидировать усилия в их борьбе против эксплуататор но данные утверждения крайне заоблачные так как даже вот просто спросив посмотрев вокруг прочитав почитав акциях последних акциях забастовках протестах мы их не видим мы их не видим их нет мало кто вообще протестует можно конечно привести там охраны навального хотя конечно если честно говоря их пропустил к сожалению но выражаю алексею мои его семье сожаления хоть и у нас взгляды радикально расходятся но что я не могу признать он крайне хорошо умел обличать ту гнилую часть системы имеется ввиду коррупцию злоупотребление властью наших господ что конечно же помогало также 3 отрезвлять наш народ и его тормошить но данная голосовая но данный митинг является лишь исключением из правил вы часы своем наше общество крайне спокойно и пока что боится или же не с большинстве своем отказывается от каких-либо активных действий в борьбе за свои права следующее утверждение сторонников протестного голосования это то что мы самосто если мы от к не участвую выборах мы автоматически самоустраняемся и становимся игнорируем любой политический процесс отказываемся от способа использования этой площадке в качестве пропаганды используя например используя одну из знаменитых цитат ленина но только разумеется чаще всего используют эту цитату лишь в урезанном виде так что сейчас вы увидите ее в полном в полном виде в сне вода полностью и увидите но все-таки будем порекомендую вам потом прочесть полностью этот отрывок активный бойкот означает непростое отстранение от выборов а широкое использование избирательных собраний для социал-демократической агитации и организации использовать собрания значит проникать в них и легально записываясь в списке избирателей и нелегально излагать на них всю программу и все взгляды социалистов показывать всю лживость и поддельность думы призывать к борьбе за учредительное собрание ну и к слову еще конечно же умалчивать что данная цитата вырвана из статьи по поводу партийной борьбы посвященной партийной борьбе у других левых товарищей нет ни программы не партии которая могла бы приходить используя своих членов приходить на выборы и агитировать не участвовать от них агитировать и доносить свою программу ни того ни того у них нет так что опять таки а крайне сомнительно становится вид многих левых которые постоянно гонят нас найти выборы по факту помогая власти поддерживает иллюзию что эти выборы на что-то влияют что ими можно что-то изменить не нужно бастовать и нужно не нужно выходить на улице и нужно ничего этого делать все могут изменить выбор но как мы понимаем даже используя те же самые парламентские выборы 2016 года где явка была меньше 50 процентов госдума продолжала принимать людоедские законы и всем на это было наплевать типичный вид крайне сильное подозрение у меня складываются что многие кто данные предложения выдвигают и являются скрытыми социал шовинистами или их уже под деле кое-кто уже стоит за их спинами с дулом приставленным к их виску следующие их не утверждение это это политическая мобилизация трудовых масс имея ввиду то что данным действием они им удается объединить всех недовольных в едином порыве но чем-то это напоминает действия тех же самых либералов либералов которые которым нужно лишь собрать из людей толпу и попытаться этой толпой несмотря на то что все те кто присоединяться к этой толпе могут пострадать их смогут побить дубинками выписать большой штраф а то и вообще посадить в тюрьму как и на агентов на это все им плевать им нужно лишь подтеснить своих конкурент и сейчас буквально те же самые левые точно также действует по той же самой схеме подставляя людей ведя их за за какой-то целью которая по-настоящему ну бесперспективно она ни к чему не приведет это мобилизация лишь лишь заберет энергию масс заставит их разочароваться еще сильнее покрусят в пучину депрессии ведь и ним своими же словами они также они просто даже призывают участвовать в данный в данном цирке самом настоящем цирке тот же самый харитонов и другие кандидаты уже буквально даже не выкладывают своих программ они до сих пор не выложили своих программ и их нужно рыскать по сайтам а я сомневаюсь что большинство граждан вообще попытаются потратить часть своего времени которые они могли потратить на что-то более важное чтобы найти их программ они отказались критиковать смог своего же противника они его не критикуют буквально еще сильнее выпячивая всю всю фальшивость еще большую фальшивость тех этих выборов но их но наши дорогие товарищи продолжают агитировать вести нас убеждая что мы чем-то можем как-то можем поменять курс нашего нашего государства пойдя на эти выборы хотя по-настоящему это лишь курс такой самостоятельной терапии ну или просто вы побьетесь головой об стену и ваша злость уйдет вместе вместе с кровью которая вытечет из вашего лба а вас а в этой же текущей кровь из крови из вашего лба вы лба вы обвините левое движение скажете что бесполезно что-либо делать конечно многие могут сказать а что же ты предлагаешь ну я предлагаю проводить свою выражать свою не дал свое недовольство свое мнение не при помощи подписи бюллетени в кабинке а при помощи опять-таки действий работы над пробуждением масс даже самой пропаганды на ютубе которая сейчас занимаюсь да вы можете сказать что это бесполезно но нет да это долгосрочный процесс я своим маленьким огоньком пытаюсь помочь этой воде скипеть скипеть но это будет не скоро и скоро появится партия нормальная программа но это будет и этого разумеется власть имущий также боятся и не только пропаганды даже в социальных сетях и объяснения причин глупости безвыход глупости участие в выборах в любом виде хоть проголосование за кандидата или байкать протестного голосования а участие например вы забастовка отличным примером можно привести например забастовку крановщиков 2019 года в казани когда крановщики требовали соблюдение санитарных правил и норм так как и от их работы зависела не только их жизнь но и жизнь те кто ходил под их кранами ведь легко на них могли упасть могли случиться аварии из-за которых из-за которой могли погибнуть люди и они уже случались еще в прошлом году на проспекте альберта камалеева башенный кран упал на жилой дом повредив два балкона на 14 и 15 этажах машинист получил легкие травмы кран работал во время шквалистого ветра который и стал причиной падения в этот момент он поднимал панель в отличие от других устоявших кранов он не был прикручен а ходил по рельсам 17 апреля 2019 года на территории строящегося объекта возле дома номер 89 по улице павлюхина с высоты 50 метров упала стрела башенного крана повредив здание трансформаторной подстанции и припаркованный рядом автомобиль их поддержали товарищи из других городов собравшись вы вы салат купере из самары и жевска хантан-майсийской даже даже израиля их было их там было в районе 40 человек но даже этих усилий твердости и тому что они не поддавались на угрозы хотя не поступали крановщик из екатеринбурга владимир овчинников рассказал как приехал поддержать своих протестующих коллег салават купере с утра стал свидетелем того как зам директора фирмы окотаж запугивал крановщиков рассказывал что найдет способы повесить на них простой и сделать так что они нигде больше не смогут работать все это я видел собственными глазами начальник службы безопасности привез на стройку местного участкового который пытался протест оформить как митинг безопасники пробовали заставить органы мвд как-то повлиять на нас но у них это не получилось ко мне подошел начальник службы безопасности объекта и так как я стоял с телефоном и все снимал начал угрожать и вместе несмотря на все попытки их подавить попытки их сбить а по факту убить и многие другие способы повлиять на них они не сработали и их борьба увенчалась успех хоть и небольшим но все-таки успехом уже 24 июля одна из фирм согласилась поднять оплату труда до 350 рублей в час руководство пошло на уступки спустя всего несколько часов после начала борьбы однако вскоре из-за малочисленности протестующих отказалась от выполнения своих слов позже в некоторых фирмах хозяева повысили зарплату хоть и незначительно если до забастовки платили по 200 рублей в час то теперь 210 за сверхурочные 265 выходные и праздники по 315 рублей в час несколько фирм перешли на восьмичасовой часовой рабочий день и согласились на оплату сверхурочной работы согласно трудовому кодексу в трудовых договорах появился пункт соут специальная оценка условий труда во вредных или опасных условиях благодаря ей рабочие смогут рассчитывать на дополнительные дни к отпуску и льготную пенсию кроме того крановщиков стали страховать от несчастных случаев на производстве надзорные органы начали проводить положенные по закону проверки пусть и для галочки до этого проблемы строителей абсолютно игнорировались на протяжении двух лет есть примеры также забастовок совсем недавних например в западной европе в германии забастовка железнодорожников в германии германия погрузилась в транспортный коллапс профсоюз машинистов германии гдел объявил о 24 часовой забастовки на пассажирском и грузовом транспорте на немецкие железные дороги сегодня выходит лишь пятая часть поездов газета приводит и слова одного из пассажиров отца семейства которое было вынуждено круто изменить планы из-за стачки конечно мы были раздражены но мы также понимаем профсоюзных активистов забастовка это не забастовка если не причиняет вреда между тем профсоюз машинистов гдел требует от государственного железнодорожного концерна дойче бен линейного повышения заработной платы машинистов на 555 евро и разовой инфляционной компенсации в размере 3000 евро передает дв кроме того профсоюз добивается сокращение продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для тех машинистов которые работают посменно у нас же подобные забастовки уже давно превратились во что-то крайне удивительное мы с открытыми ртами смотрим на подобные события а ведь у нас также происходили забастовки в сфере железо происходили забастовки железнодорожников 2008 году прошла такая запасовка последние в нашей стране на нее вышло больше 15 бригад которые в общем числе составляли больше пяти процентов всего штата в управляющих электропоездами несмотря на малое количество забастовщиков им удалось оставить без транспорта пассажиров подмосковных электричек в час пик писала лента ру они потребовали повышение зарплаты с 35 37 тысяч рублей до 60 тысяч а также возврата отмененных доплат за выслугу лет и включение представителей российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников состав комиссии по заключению коллективного трудового договора но к сожалению данная забастовка закончилась поражение ржд подали в суд на в суд с требованием признать эту сак эту забастовку незаконный ну и суд удовлетворил это решение и растущим отказали во всех требований также угрожая угрожая именно преследованиями за незаконную эту же самую незаконную забастовку заставили их прекратить ее но причина это даже не в том что у нас так сильно закручены гайки повара без профсоюз причина в том что многие просто разучились это делать в германии так хорошо именно идут сильно на уступки профсоюзом потому что они не переставая их совершают они постоянно так скажем проводят тренировки тренируются миска маска мускулатуру не дают ей расслабиться и дают им ослабнуть ведь стоит там ослабнуть ослабить наши и государства ремень как сразу же все их уступки начнут потихонечку сворачивать и также могут даже подумать о том чтобы начать закручивать гайки германия ничем не отличается от россии если германские рабочие будут поступать так же как наши именно считает забастовки именно рассказать зачем бастовать нет причин все равно ничто не изменится но получим и пару подачек и что с того мы можем работу потерять если они будут также действия по той же логике они быстро превратятся в рай в нашу россию и дело не в том что у европейцев есть какой-то там менталитет европейский как говорят многие либералы и также лево либералы нет они закалены в этой классовой борьбе рабочие закалены и из-за этого их правительством очень тяжело проводить их репрессивные меры и вообще даже думать о них а у нас наши рабочие просто разучились и проводить забастовки стачки действовать сообща хотя даже при небольшом объединении даже объединение небольшого количества крановщиков как пример крановщиков объединение такого небольшого количества людей уже привело хоть к минимальным но хоть каким-то уступкам только из-за того что они объединились а а если бы их было больше то все могло пойти еще лучше и на их требую их требования выполнили в куда больше в большей в большем количестве все эти слова я хочу просто донести до вас мысль что ничто не дается просто так и свободу мы не получим просто пойдя на голосование мы более мы скорее выстрелим себе в ногу ну или просто ничего не изменим тут уже зависит все ситуации если вы будете идти на выборы знаю что они ничего не делают то это не будет наносить урона нашему делу но если вы будете верить в эту иллюзию вы только ослабли только продлите наше крайнее сложное и печальное положение я надеюсь я смог донести до вас ну главную свою мысль всего этого видеоролика и вы не умерли пока меня слушали желаю всем удачи и мирного неба над головой скоро увидимся